Да не каюэй! Для крепления ТВ на стену предусмотрены отверстия под кронштейн по стандарту веса. Это, конечно же, экран с 4К-разрешением с частотой развертки 60 Гц. Используется VA-матрица с подсветкой Edge LED, что сказывается на углах обзора. По качеству, выводимый на экран картинки, Samsung RU7400 имеет существенное преимущество перед RU7100. Это использование технологий для улучшения цветопередачи. Телевизор более натуралистичный и точно отображает подаваемый контент, а градиентные переходы становятся значительно плавнее. Конечно, поскольку тут тоже матрица 8-битная, то для 10-битной глубины цвета применяется технология сглаживания FRC – обновленный процессор UHD 4K, который управляет цветопередачей, оптимизирует уровень контрастности и обеспечивает поддержку HDR. При этом телевизор имеет яркость 350 кандел на метр квадратный и показатель контраста 6000 к 1. Черный цвет действительно черный. Для среднего сегмента данные характеристики вполне достойны. Можно проэкспериментировать с предложенными режимами изображения. Их всего 4. Если вам приятно яркая и насыщенная картинка, вы смотрите мультики или играете в игры, выбирайте динамический режим. Стандартный, самый универсальный, подойдет для любого вида контента на каждый день. Обычный, изображение более выразительное, но не яркое. И режим кино специально для просмотра фильмов. Изображение спокойное, теплое и не бьет по глазам. Комфортно смотреть в темноте. Лично я выбираю именно его, когда смотрю фильм. А вы настраиваете изображение под себя или смотрите на параметрах по умолчанию? Буду ждать ваших ответов в комментариях. Если чего-то не хватает, можно скорректировать с помощью ручных настроек. Для игроманов присутствует игровой режим Game Mode. Input lag на уровне 11 мс, что является хорошим показателем для большинства игр. Операционная система Tizen внешне не получила никаких изменений. Навигация быстрая, удобная, как и была ранее. В 2019-м Samsung заявила о поддержке сервисов от Apple, Apple Air 2 и iTunes. Это подарок яблочникам. В комплекте идет стильный черный пульт One Remote Control. Набор кнопок на нем минимальный и присутствует голосовое управление. Вставай и снимай. Чтобы пользоваться YouTube, нужно войти в свой Google-аккаунт и вуаля! Все ваши подписки и любимые каналы перед глазами. Видео запустилось достаточно быстро. Кстати, справа есть режим мини-просмотра. Можно одновременно смотреть видео и серфить по сайтам. Что по звуку? Тут стандартная 20-ваттная стереосистема с поддержкой Dolby Digital. Для лучшего звучания стоит прикупить внешнюю акустику. Все подключения привычно собраны на тыльной панели. Мы видим аналоговые видео входы, смотрящие в сторону. Телевизор оборудован тремя разъемами HDMI и парой USB-входов. К интернету можно подключиться через Wi-Fi или через разъем LAN. Есть возможность законнектить клавиатуру или мышку под Bluetooth, чтобы удобно работать в веб-браузере. Также можно подать аудиосигнал на ресивер или звуковую панель через оптический выход. Подводя итоги, могу сказать без сомнений, 7-я серия от Samsung остается в самой актуальной в среднем ценовом сегменте для большинства пользователей. Друзья, а какие у вас впечатления от новой модели? Делитесь в комментариях. С вами был интернет-магазин Denika. До новых встреч! Denika.ua Делитесь в комментариях.